Борцы спортивной школы Икар стараются как можно чаще выезжать на турниры, чтобы поддерживать себя в форме, отрабатывать ошибки и учиться у других спортсменов. На выездных соревнованиях ребята бывают почти каждые выходные. Праздник 85-летия самбо саровчане отметили в Кстове на 10-м всероссийском турнире по боевому самбо имени пятикратного чемпиона мира Сергея Храмова. На соревнования поехали 15 борцов. Икаровцы показали отличные результаты и привезли серебро и две бронзы. Турнир оказался тяжелым и не обошелся без травм. У нас в одной из первых сваток наш воспитанник получил серьезную травму. Ну сами понимаете, только начало соревнований, у нас почти никто не выступал и сразу такая тяжелая травма. Боевое самбо, оно несколько отличается от спортивного. Там применяется и ударная техника, и удушающие приемы. Но травму он получил в результате, так сказать, спортивного действия, в результате броска. Ну бывает такое, у нас вид спорта такой, серьезный. На турнире в Кстове были представители со всей России. Тюмени, Ростова, Санкт-Петербурга, Самары и других городов страны и Нижегородской области. Максим Качев провел четыре схватки и занял второе место. Успехи делаю, наверное, в ударной технике. В борьбе не так уж сильно получается. Сейчас мы этим занимаемся, подтягиваем партер, броски. В основном ударная техника хорошо идет. У нас коллектив очень слаженный. Мы друг к другу звоним, общаемся, занимаемся все вместе. Все у нас хорошо, слажено. Тренировки тяжелые. Будем бороться дальше и тренироваться, чтобы выигрывать все турниры. Чтобы завоевывать медали, нужна большая предварительная работа. У борцов проходят почти ежедневные тренировки по пять-шесть раз в неделю. Перед соревнованиями больше внимания уделяют технике и функциональной подготовке. Такой упорный труд дал свои плоды и на первенстве области по рукопашному бою. Саров завоевал четыре золота, три серебра и пять бронзовых медалей. Глеб Сухоруков на первенстве области занял третье место. На турнире Храмова спортсмен выиграл первую встречу, но вторую проиграл и получил травму. Первый бой прошел нормально, второй прошел уже хуже. Все-таки много ошибок и всех их нужно исправлять. Соперники тоже не прям уж легкие, но и тяжелых особо не было. Шесть ребят, вошедшие на области в тройку лидеров, отправились на соревнования по рукопашному бою Приволжского федерального округа в город Уфу. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.